Всем привет, с вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. На просторах интернета я нашла интересный рисунок символа инь и янь в виде совушек. Я решила сделать что-то подобное, но уже в объеме. Автора рисунка я не знаю, но ему огромное спасибо за вдохновение. В работе я использовала простые, доступные и бросовые материалы, список которых вы найдете в описании под видео. Там же находится ссылка на шаблон. Из плотного двуслойного гофрокартона я вырезала два круга диаметром 25,5 см. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Для того, чтобы сделать сов из гофрокартона, вырезаем детали инь и янь. Они должны быть немного меньше самой основы, так как на них мы будем наращивать объем. Для объема можно использовать плотно смятую бумагу или фольгу. Там, где будет располагаться голова, объем сделайте побольше, а ближе к спине и крылу объем должен сходить на нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... Далее окрашиваем перышки белой совы. Для этого я применяю коричневую краску. На голове совы ставлю точки, а по краям перышек рисую небольшие полосочки. Также окрашиваю концы перышек вокруг глаза. Продолжение следует... Для филина сначала использую бронзовую краску, окрашиваю мазками края перышек, затем применяю белый перламутр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для глаз применяю полукруглые пуговицы на ножках. После высыхания красок покрываю птичек акриловым лаком. Продолжение следует... Продолжение следует... После высыхания краски торец покрываем акриловым лаком. Сначала необходимо приложить обе совы на основу, чтобы все равномерно располагалось и нигде ничего не выступало лишнего. Затем убрать одну сову и наметить место для приклеивания. В данном случае я применяю два клея, столярный клей ПВА и термоклей. Термоклей выполняет роль только дополнительной фиксации, так как он быстро схватывается. В работе можно сделать дополнительный подвес, чтобы ее располагать по-разному. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный-преогромный привет! Спасибо за то, что поддерживаете мой канал комментариями и лайками. Ну а гости канала, если вам нравится мое творчество, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда первыми получать уведомления о новых интересных мастер-классах. Всем моим зрителям желаю теплого, комфортного лета, побольше радостных событий в жизни. Пусть в вашем творчестве все всегда получается! Всем вам желаю огромнейшего вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного! До новых встреч!